Он с легкостью встает на табуретку, чтобы достать фотоальбом с верхней полки. И это в свои 90-е. Жизнерадостный Евладий Заборников вновь вспоминает те страшные времена, когда он, будучи 18-летним парнишкой, отправился на фронт. Служил в минометных войсках. Не доезжая кривая рога, хороший бой попал. Попали такой обстрел. Мамы минометные, я же не пехот, что-то минометом. Вот тогда я осколок недалеко сорвался, и твой, я не знаю, что погибло там. Спасибо, хоть живом остался, вот больше ничего, что не погиб. Затем было второе ранение. В 44-м его комиссовали. Была угроза ампутации руки, но помогли врачи. После возвращения с фронта уроженец Самарской области переехал в Нижнекамск. Здесь он более 26 лет проработал водителем на заводе. Кстати, эта серебристая ласточка – личное авто ветерана. Евладий Кириллович до сих пор за рулем. Дата выдачи в 2009 году, да. Стаж с 56-го года. Буквально полгода назад пропал голос, жалуется ветеран. А в остальном он чувствует себя замечательно. Вот кадры, сделанные несколькими неделями ранее. Евладий Заборников в качестве почетного гостя принял участие в хоккейном матче победы. Кстати, его родной внук совсем недавно стал чемпионом высшей хоккейной лиги и порадовал дедушку золотой медалью. Когда он играл в реакторе, он с 8 лет начал так детский, 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 потом реактор туда-сюда. Вот тогда ходил, не пропускал. А сейчас, куда я в больницу, что-то, а отец каждый игру в больницу катается. У Евладия Кирилловича два внука и две правнучки. Совсем скоро большое семейство вновь соберется 9 мая. В планах праздничное застолье и совместный поход на парад. К слову, в прошлом году Евладий Заборников в составе автоколонны Героев войны принял участие в торжественном митинге. Как признался ветеран, он ждет приглашения и на этот раз. Вадим Струминский, Ренат Харасов, Новости НТР.